Канал «Наука и сон». Вы отдыхаете, мы показываем. Так, продолжаем разговор о движении небесных объектов. Сегодня назвал я декцию «Небесная механика», но никакая это, конечно, не небесная механика будет. Механика будет у вас на третьем курсе, спецкурсом, серьезная, с формулами. А это будет так. Помните, я вам показывал эту книжку, да? В конце прошлой лекции. Это замечательная книга, еще раз советую ее посмотреть, полистать, прочитать, купить, скачать. А в ней есть такая замечательная мысль не автора, это из мыслей песика Фафика. Ну вот эту мысль вы прочитали. И примерно в таком же ключе будет наша небесная механика. То есть без формул практически, но с идеями. А формулы, они всегда после идей приходят. Если вы прониклись, то потом считать можно по формулам. А если не прониклись, никакая формула вам не поможет решить задачу. Ну вот смотрите, мы делим. Во-первых, говорим только о Ньютоновой пока механике, конечно. Нормальная теория гравитации, нормальные Ньютоновые уравнения. Ее обычно движение тела под действием внешних сил делит на, хотя это все едино, но все равно делит на несколько аспектов. Вот то, что называется небесная механика, это под управлением обычной Ньютоновой формулы рассчитывается движение небесных объектов. Обратите внимание, здесь стоит, ну понятно, масса тел, сила, одно расстояние. Но тела имеют конечный размер, значит, каждая точка одного тела от каждой точки другого тела удалена на разные расстояния. Как же можно эту формулу использовать? Ее используют в тех случаях, когда расстояние до объектов настолько больше, чем их собственный размер, что можно пренебречь разницей в расстояниях. Можно считать, что вся масса сидит в центре, что еще Ньютон доказал. Тем более у шарообразных тел, большинство из них действительно холодно, да? Нет. Большинство небесных тел шарообразные, поэтому первое приближение очень хорошо работает. Но это только первое. Второе приближение, а именно гравитационное ускорение, все-таки зависит от того, какую точку объекта и для какой точки вашего объекта вы ведете расчет. Значит, надо взять производную, и тогда мы получим уже теорию приливов. Это уже, так сказать, второй уровень небесной механики, хотя это не называют небесной механикой, именно теория приливов. Почему? Ну, потому что в разных точках Земли океан, например, ощущает разное притяжение к Луне, к Солнцу, и мы уже первую производную используем. Обратите внимание, тут куб, тут квадрат. То есть приливный эффект зависит более, как сейчас говорят, круто, да? Ну, в общем, более сильно от расстояния. Он быстрее падает с расстоянием, чем сама гравитационная сила. Именно поэтому мы можем очень часто пренебречь этим, но иногда не можем. Луна на каком расстоянии, если в диаметрах Земли рассчитывать? От Земли. Далеко ли, близко ли в диаметрах Земли? Далеко до Луны? Кто помнит? Так. Перельмана надо читать. И вообще простые книжки надо... На пальцах надо прежде всего решать задачу. На уровне интуиции, а потом уже формулы использовать. 81 радиус Земли, расстояние от Луны до центра Земли. Это немного. Поэтому надо уже учитывать. А скажем, до Солнца больше 400 раз. Но и масса Солнца намного больше. Поэтому это соотношение для Солнца и для Луны, а в случае Земли, приблизительно одинаковое. Сегодня найдем, какое из них больше. Ну вот. Есть и другие силы, которые действуют на движение объектов. Например, давление солнечного света. Действует? Действует. Надо выяснить, на какие объекты это существенно, а на какие несущественно. И забыть про него. А на какие объекты, как вы думаете, давление солнечного света сравнимо с гравитацией, действующей со стороны? На кометы. На кометы это такая штука километров 10 размером. Может быть, у них просто площадь, а не у них... Вы имели в виду ядро кометы, твердое тело кометы? Ну да. Нет. Безумно малое отношение гравитации к давлению солнечного света. На пылинке. На пылинке, конечно. На пылинке микронного размера. Вот это действительно важно. Ну и не только излучение. Плазма, которая летит от солнца, солнечный ветер. А на какие? А на пыль действует солнечный ветер? А на что он действует? Мусор? Нет, на мусор точно. Ну, слабо очень действует. Плазма — это ионизованный газ, заряженный электрически. А что у нас электрически заряжено? Другая плазма, другой газ. Он есть? Есть. В кометных хвостах, например. Они состоят из ионизованного газа. Ну и из пыли тоже. А вот. Хорошо. Ну и, наконец, прямые удары. Тоже иногда сталкиваются. Объекты, конечно, надо это учитывать. Поехали. Первая, самая простая задача в области небесной механики, говорят, задача двух тел. Меньше не придумаешь. Вроде бы. Если одно тело, на него вообще никакие посторонние силы не действуют, два тела — это уже взаимная гравитация. Но на самом деле есть задачи еще проще. Задача одного тела, движущегося под действием другого тела, которое само остается неподвижным. Это, конечно, фикция. Так не бывает, чтобы одно двигалось, а другое было неподвижным. Например, когда спутник, искусственный спутник Земли, летает вокруг Земли, Земля это чувствует? Конечно, нет. Соотношение масс безумно большое. Поэтому, в принципе, можно самую простую задачу себе представить. Это когда одно очень массивное, а другое очень легкое. Как говорят, пробное тело. То есть как будто бы у него массы нет. Есть у него массы, но очень маленькая. Это тогда Кеплерово движение. И Кеплер все свои формулы как раз в этом случае и открыл. Ну, какие бывают орбиты вот в случае задачи одного тела. То есть одного легкого под действием гравитации, одного очень тяжелого. Мы это знаем. Бывают орбиты замкнутые, в общем случае эллиптические, а иногда, в редких случаях, круговые. Ну, круговых, наверное, только формально они бывают. А на самом деле их не бывает. Это для математиков пустое множество. Бывают либо эллиптические, где точка старта — это апогей, либо перигей, а апогей лежит дальше. А круговая — это просто граница между двумя типами эллиптических орбит. Вы никогда не попадете на круговую орбиту, всегда промажете. Надо бесконечно точно подобрать скорость, чтобы она пошла по кругу. Когда сообщают о параметрах движения спутников вокруг Земли, то никогда не говорят, ну, по крайней мере, в таких общих сообщениях, об их расстоянии от центра Земли. Всегда говорят о расстоянии от поверхности. Считаю Землю, конечно, шарообразной. Нам, конечно, надо знать для расчета расстояние от центра гравитации. Поэтому, когда нам говорят, расстояние от Земли такое-то, это всегда имейте в виду это расстояние от поверхности. Вот МКС, на каком расстоянии от Земли летает? Сколько? 400, ну, от 400 до 450, скажем так, она туда-сюда ходит. Примерно 400 километров. Это очень мало по сравнению с расстоянием. А радиус Земли, кто помнит? Чему рай? Ну вот, уже бодрее. 6 тысяч? 400, ну, это округление. Ладно. 378. Хорошо. Это мы знаем. Вот, поехали дальше. Итак, вот тут мы видели, вот тут мы видели, что как бы тело не запустить, оно всегда движется по эллипсу. Либо это, ну, всегда в одном из фокусов, центр Земли. Всегда по эллипсу. В конце концов, круг — это тоже эллипс с эксцентриситетом, равным чему? А? Чему эксцентриситет эллипса, если он круговой? Ноль. Ноль, конечно, ноль. А если единица? Парабола? Эксцентриситет, единица — это какая фигура? Ну, здрасте. Эллипс с эксцентриситетом, равным единице. Это какая фигура геометрическая? Моя внучка делает вот так. Что такое эксцентриситет? Отношение расстояния от центра до фокуса к размеру большой полуоси. Полуоси. Ну, двигаем фокус. Прямая линия. Какая же это парабола? То есть, можно сказать, что это парабола, сжатая до прямой, но это как-то нехорошо. Если мы выяснили, что любое тело, брошенное из какой-то точки в окрестности Земли, движется по эллипсу, то как нам быть со школьным учебником физики, который говорит, что тело, брошенное под углом к горизонту, движется по параболе. А парабола — это все-таки не эллипс. Одно из двух. Так кто же прав? Школьный учебник физики или небесная механика? Тело, брошенное под углом к горизонту, как говорит небесная механика, движется по отрезку эллипса. Ну, дальше ему просто мешает Земля. Оно бы летело и дальше, конечно. Ну, поверхность Земли мешает. А школьный учебник говорит, что по параболе. Значит, в школе Земля считается плоской, потому что тело, брошенное под углом к горизонту, если вдоль траектории ускорение не меняет свое направление, действительно движется по параболе. Но так же не бывает. Оно же меняет свое направление. Направление силы тяжести всегда к центру Земли. Значит, школьный учебник физики основан на теории плоской Земли. А говорят, откуда взялись плоскоземельщики? А вот они в школе хорошо учились. Вы все хорошо учились в школе. Понятно, да? Это некое приближение к истине, которое просто упрощает расчеты, потому что в школе эллиптическое движение трудно изучать, там формула более сложная. А параболическое очень просто. Поэтому школьный учебник обманул всех, считая Землю плоской, но, по крайней мере, на небольшом участке. Да, на небольшом. Но вот, скажем, во время Первой и Второй мировой войны у немцев были гигантские артиллерийские орудия, круповские, пушки такие, которые на 40 километров стреляли, и снаряд вылетал вообще там в стратосферу. Так вот, они уже были вынуждены не этими формулами, хотя артиллеристы обычно этими формулами пользуются. А вот этими формулами пользоваться, иначе они бы промазали. То есть полет артиллерийского снаряда на расстоянии 40, 50, 60 километров, дальше он не летает, он уже требует учета законов небесной механики. То есть как спутник фактически движется, только вот так, пересекая поверхность Земли. Поехали дальше. Любую орбиту мы как-то должны набором каких-то чисел описывать. Мы понимаем, сколько их должно быть. Их должно быть 6. В любом случае, какие бы системы координат мы не использовали. Почему 6? А что такое движение тела? Это надо сказать, в какой точке пространства оно находится и с какой скоростью движется. Дальше законы Ньютона вам позволят рассчитывать движение. В какой точке пространства находится? Три числа. У нас трехмерное пространство. Вектор скорости. Это тоже три числа. Амплитуд, ну или там длина вектора, абсолютная величина скорости и два угла по направлению. Шесть чисел. Но в небесной механике иногда упрощают эту задачу. Шестью числами можно работать, но это шесть уравнений решать. Можно сделать проще. Если центр тяготения неподвижен, то запустив какое-то тело по орбите, мы уверены, что оно будет двигаться в плоскости. Потому что всегда сила взаимодействия лежит в этой плоскости и спутник не выбросит из этой плоскости. Ага, хорошо. Значит, давайте просто сначала скажем, определим, в какой плоскости движется тело, а потом уже как оно в этой плоскости движется. А сама плоскость у нас будет неподвижна, и ее можно исключить из уравнений с временной переменной. Она неподвижна, она будет всегда. Вот это тут по-русски, вот это тоже по-русски, да? Более красиво нарисовано. Это по-английски, если хотите. Потом можно прочитать, как называются эти все точки. Но вернемся сюда. Итак, плоскость, плоскость орбиты. Чем ее можно определить? Во-первых, наклоном к какой-то надежной, неподвижной плоскости, которую мы считаем опорой нашей системы координат. Но обычно в небесной механике солнечной системы это плоскости клиптики. Не всегда. Иногда там средняя плоскость планетных орбит, ну, как правило, плоскости клиптики. Значит, угол определили. А теперь ориентация этой плоскости. Под одним и тем же углом можно по-разному быть повернутым. Есть у нас надежная точка весеннего равноденствия. Вот этот угол, он задает угол, как говорят, восходящего узла. Узлы — это точки, ну, или линия узлов, или точки пересечения двух плоскостей. Вот по старинке их обозначают. Восходящий узел — это когда из южного в северное полушарие перебирается небесное тело, когда из северного в южное — это нисходящий узел. Довольно неприятные значки, потому что вы их не найдете в нормальных шрифтах. В вардовских, например, надо специальные шрифты. Вот у меня есть такие шрифты для варда. Но их надо специально делать, чтобы эти вот древние значки использовать в тексте. Так что не советую их вообще использовать. Ну, тем не менее, их рисую. Два числа — угол и ориентация по отношению к какому-то избранному направлению. Как правило, к точке весеннего равноденствия. Все, два числа мы использовали, осталось еще четыре. А какие еще четыре? Эллиптическая орбита — значит, надо задать ее масштаб, то есть большую полуось, все, у нас размер. Надо задать ее эксцентриситет, степень сжатия. Ориентацию, ну, например, ориентацию перед центром, или переделия, если это Солнце, или в общем случае перед центр орбиты. Ориентацию по отношению, ну, например, к линии узлов или к направлению на точку весеннего равноденствия. Часто вот эти два угла складывают и задают их сумму. И осталась одна переменная, шестая. А какая это будет переменная? А это будет положение спутника на орбите в какой-то момент времени. Обычно говорят «момент прохождения перед центром», ну, или там «перигелия». Момент времени указали, размер орбиты есть, все, дальше он будет гулять вот так, и уравнения нам расскажут, где в какой момент времени он будет находиться. Ну, вот так покрасивее это все выглядит. А нисходящий, восходящий, немножко по-другому нарисовано, вообще говоря, вот тут. Ну, так или иначе, это не очень полезные знаки, лучше словами писать. И по-английски то же самое. Ну, здесь accidental node, a seeding, там the seeding node, узел нисходящий, я забыл его написать. Вот, все, можно так определить положение орбиты и положение тела на орбите. Как правило, моментом времени прохождения через перед центр его указывают. Дальше можно по формулам небесной механики считать, прогнозировать его движение. Если речь идет о спутниках Земли, есть ли смысл брать за референсную плоскость орбиту Земли, то есть эклиптику? Да, в общем, нет никакого. Где там эта эклиптика, если тело обращается вокруг Земли? А какая плоскость для Земли является вот такой базовой? Экватор, конечно, экватор. Тем более, что Земля почти сфера, ну или там почти эллипсоид сжатый, а значит, относительно экватора все силы симметрично расположены. Это очень удобно для уравнения. И берут экватор за базовую плоскость, и все то же самое. Точка весеннего равноденствия, ну и ориентация орбиты, понятно. Это так называемая геоцентрическая система экваториальная, и именно в ней ведутся расчеты движения спутников, если спутник недалеко улетает от Земли, когда другие небесные тела еще не вмешиваются в его движение. Ну давайте посмотрим, как движется тело, если мы взяли массу, закрепили, взяли пробную точку в виде спутника и бросаем ее в одном и том же направлении, но с разными скоростями. Если скорость маленькая, она выйдет на эллиптическую орбиту, а это будет точка апоцентра или апогея, если это Земля, ну а в общем случае апоцентра, наиболее удаленная. Увеличиваем, увеличиваем скорость, но сохраняя вот эту ориентацию, всегда бросаем перпендикулярно к направлению на тяготеющий центр. Добрались до круговой орбиты. Ну, легко рассчитать, где. Вот тут есть расчет. Помните, да, как рассчитывать круговую орбиту. Мы центростремительную силу, притяжение к центру, приравниваем к гравитационной. Она и есть гравитационная сила, играет роль центростремительная. Отсюда первая космическая скорость gm на r, масса планеты, расстояние от планеты. Если речь идет о низком, низколетящем вокруг Земли спутнике, то здесь можно массу Земли понятно, а тут можно радиус Земли использовать. Ну что там, радиус 6000 километров, а МКС на 400 летает. Почти одно и то же. И тогда мы получаем первую космическую скорость на низких околоземных орбитах. Кстати, обращу ваше внимание, журналисты почти исключительно, а иногда и не журналисты пишут, спутник двигался по земной орбите. Но это неправильно. Земная орбита — это траектория движения Земли вокруг Солнца. А когда речь идет о спутниках Земли, надо говорить околоземная орбита, окололунная орбита и так далее. Околоземная орбита. Первая космическая. Смотрите, как ее в текстах обозначают. Либо В с индексом К, круговая по-русски, circular по-английски, либо первая космическая, либо первая римская космическая. Четыре варианта обозначения. Все они равноправны, я не знаю, какой лучше, какой хотите, но главное, чтобы вы ориентировались. Все это первая космическая скорость. Дальше увеличиваем скорость, снова выходим на эллипс, но теперь уже точка старта перед центр, не апа, а перед центр, перед гей, например, если это Земля. Эллипсы, эллипсы, и добираемся до орбиты, которая уже не замкнута. Это параболическая орбита, тоже пограничная между эллипсом и гиперболой. Дальше идет набор гипербол, и с бесконечно большой скоростью бросая спутник, мы получаем прямую линию, потому что гравитация уже не влияет на его движение. Выяснили. Но всегда, вот обратите внимание, когда мы рассчитывали первую космическую скорость, неявно предполагалось, что она направлена перпендикулярно к действию силы, гравитационной силы. То есть тут вектор, хоть мы и вычислили ее абсолютную величину, надо помнить, это вектор. Почему? Вот, пожалуйста, перед вами такая ситуация. Из этой точки мы запускаем спутники с круговой скоростью. Скорость круговая, по модулю, но направления разные. И что, он всегда выйдет на круговую орбиту? Нет, конечно. Только в одном случае, если мы его запустили перпендикулярно направлению на Землю. А если в других направлениях, даже с круговой скоростью он все равно полетит по эллипсу. Задачка на дом. А если мы его вдоль направления силы тяжести бросим, далеко ли он поднимется? Кто-нибудь считал когда-нибудь? Интересная, очень простая задача. Очень простая, но ее любопытно решить. Интуиция вам что подсказывает? Недалеко? Это еще низкий уровень интуиции. В два раза? Это уже интуиция начинает работать. Ну мало ли как я нарисовал, но нарисовал, чтобы за кадр просто не уходить. А может он до Луны поднимется. А задачку надо решить. Попробуйте ее решить, получите удовольствие. Ну, теорема вереала, ладно, пропустим, хотя это тоже интересно, но в курсе механики это будет более изящно все рассказано. Вторая космическая скорость, скорость улета на бесконечность. Тут уже никаких векторов не надо употреблять, потому что мы на языке энергии начинаем говорить. чтобы улететь бесконечно далеко, надо преодолеть отрицательную потенциальную гравитационную энергию тела. В физике считается, что тело, удаленное на бесконечность и неподвижное там, имеет нулевую потенциальную энергию относительно какого-то там тяготеющего центра. А чем ближе оно к нему, тем меньше потенциальная энергия. Потому что, чтобы вывести его туда в ноль, надо потратить какую-то энергию, а значит, сама потенциальная энергия всегда отрицательная. Ну вот, вычисляем потенциальную энергию, просто проинтегрировав силу тяжести от точки старта до бесконечности. Тут понятно, двойка вылетает, когда интегрируем, gm на m на r и приравниваем кинетической энергии старта. Все равно, в какую скорость, в каком направлении стартует. Мы энергии приравниваем, значит, тут неважно направление старта. И получаем вторую космическую скорость. От первой она отличается двойкой под радикалом, то есть в полтора раза, примерно, в 1,4. А вот такие четыре разных типа обозначений я нашел в литературе. Часто очень инженеры пишут двойка, вторая космическая, англоязычные инженеры пишут римскую двойку, а небесные механики, вот ученые, астрономы, пишут либо параболик, либо вот знак бесконечности, что тоже красиво, потому что тело улетает на бесконечность. Вот четыре разных обозначения. Межпланетный перелет. Значит, нам надо решить как бы две задачи. Во-первых, торваться от Земли, чтобы она уже не влияла на наше движение. То есть, как минимум, надо набрать вторую космическую скорость. Но при этом тело, оторвавшись от Земли, все еще останется в пределах солнечной гравитации и будет двигаться по орбите практически земной и никуда не улетит, к Марсу не приблизится. Значит, вторая задача — это покинуть орбиту Земли и добраться до более высокой орбиты, или до более низкой орбиты, Меркурия, или до более высокой Марса, или Юпитера, куда хотите. Ну, собственно говоря, две параболических скорости нам надо. Сначала параболическую относительно поверхности Земли, она легко вычисляется, вторая космическая скорость вот отсюда, масса Земли, радиус Земли, а потом параболическую, ну или почти параболическую относительно притяжения к Солнцу. Тоже дополнительная нужна скорость. Почему так дорого стоят космические ракеты и вообще космические полеты, и почему так мало груза они могут отправить в космос? У нас два варианта движения. Нам надо на МКС или на орбиту высотой 400 километров что-то отправить. Это гигантская машина, заправленная топливом, стоит миллиард долларов, или те же 400 километров проехать по поверхности Земли. два аспекта этой задачи. Во-первых, это движется горизонтально, а это вертикально. То есть, как минимум, она должна преодолеть собственный вес, да еще собственную потенциал. То есть, если они работать будут с такой тягой, как весь эта штука, она вообще никуда не улетит, она будет стоять на месте. Она должна преодолеть собственный вес, а потом еще разогнать эту штуковину до большой скорости, почти до второй космической, до первой, по крайней мере. А эту поддерживает Земля раз, а второе преимущество движения по поверхности Земли это наличие кислорода. Тут приходится все брать с собой, и горючее, и окислитель, топливо это горючее и окислитель. Как говорят, ракетное топливо это то, что сгорает, и то, в чем оно сгорает, и горючее, и окислитель. Ну, горючее, какое горючее у ракеты? Вот наша ракета «Союз», например, такая старая, добрая. Керосин. Керосин. Вот у бабушек он был в керосинках, а в нынешних, ну, это не тот, конечно, керосин, который в керосинках горел. Это очень чистый керосин, но, в принципе, да, это углеводородная горючая керосина. А окислителем может быть много чего может быть, там, закись азота, ну, кислород, жидкий кислород это очень хороший окислитель тоже, может быть, фтор, но он ядовитый. А кислород замечательно. А чего же она его с собой везет? Она же летит в окружении кислорода. Машина едет в окружении кислорода и засасывает его в свой двигатель. И это летит в окружении кислорода. А почему она не пользуется в очень дорогом состоянии? Как думаете? А погромче надо говорить. Концентрация падает, конечно. Стоит подняться на 10 километров, например, и все. Двигатели самолетов, которые используют атмосферный кислород, выше 10 километров практически уже не работают. Ну, есть какие-то избранные там редкие самолеты, а так нет. Все, а 10 километров она проскакивает мгновенно, а дальше так же нет смысла пользоваться атмосферным кислородом. Раз, а во-вторых, смотрите вот на это. Машинка использует грамм горючего в секунду примерно. Капает там чуть-чуть в двигатель, этого хватает. Один грамм. И, значит, один грамм кислорода из воздуха берет. А тут примерно 10 тонн горючего и 10 тонн кислорода в секунду сгорает. Да где же его взять 10 тонн-то вокруг? Его просто не засосет в таком количестве. А жидкий, он очень плотный и используется. Ну, тут... А, кстати, вот это шаттл или там наш буран, они одинаково устроены. Там какое горючее? керосин? Водород нет. Ну, уверенности нет, да? Или вода. Вода? Нет, не вода, но в этом водород и сгорожен. А тут два типа топлива. Вот эти вот дополнительные бустеры, дополнительные ракеты, там твердое топливо, там вообще, грубо говоря, порох. Ну, не порох, конечно, но близкое к этому. Поэтому так ярко светятся выбросы. Почему они ярко светятся? Это твердое топливо, где очень много твердых частиц, не сгоревших, углерода, там мелких, металлов, там алюминия много. И они нагретые и очень сильно светятся. Поэтому так видно. А вот этот вот, у него тоже три мощных двигателя. А почему мы ничего не видим из них вылетающего? Водород и кислород. Здесь, вот в этом гигантском баке, там пополам разделен водород и кислород. Когда сгорает кислород, вернее, водород в кислороде, что получается? Вода. А пар воды при высокой температуре, он прозрачный. Вот когда он конденсируется, то есть уже из пара мелкие капельки получаются, вот тут уже вот это вот, вот это та самая вода, которая в виде облаков, отсюда вылетает в виде газа, а потом конденсируется в облака. Это все нам надо знать, потому что нынешняя астрономия это наполовину космонавтика. Я думаю, как вы уже будете в науке, то на две трети будут космические проекты, и надо хорошо себе представлять, как делать приборы, на чем они полетят, и какие требования к ним предъявляются. Вот, пожалуйста, наша добрая ракета, да и все в мире ракеты примерно так же устроена. Огромная банка алюминиевая, заправленная топливом, и маленький полезный груз. Вот он тут в увеличенном виде. Знаете, сколько полезный груз весит по отношению к начальной массе ракеты? 2% фантастика. Вот тут, наверное, человек весит процентов 30 от этого автомобиля, а может и больше, процентов 50 от этого автомобиля. Он полезный груз. Кстати говоря, сама машина тоже полезный груз, потому что она возвращается. Она какой поехала, такой приехала. А тут начало полета, это вот эта гигантская конструкция, а в конце остается только полезный груз. От этого ничего не остается. Но и само это из чего состоит. Стартовая масса ракеты 300 тонн, а конструкция весит меньше 30. Конструкция, вот железяки эти все, двигатель, электроника, вся эта вот. 10% стартового веса это конструкция ракеты, а 90% это топливо в нее заправленное. Когда вы покупаете баночки алюминиевой с пепсиколой или там с пивом, она весит полкило. А когда выпиваете, сколько она весит, пустая алюминиевая баночка? Меньше, чем полкило. Чисто математическое заключение, безошибочное. А намного меньше. Никто не взвешивал пустую алюминиевую банку? Не взвешивали? Не взвешивали? 16 грамм. 16 грамм. Полтора процента. Вот, примерно так же устроена ракета. Масса топлива почти 300 тонн. То есть, почти весь стартовый масс ракеты это ее топливо. А если вам надо не на низкую околоземную орбиту, а повыше, самая полезная орбита вокруг Земли это геостационарная. Чем она характерна? Кто помнит? Взять на одной точке проверенной. Да. Период обращения по геостационарной орбите равен периоду вращения Земли вокруг оси. То есть, одним сутком. Каким сутком? Солнечным или Звездным? А почему так тихо? Звездным. Звездным, конечно. Собственному периоду вращения Земли вокруг оси. Это очень полезная орбита. Она вся усеяна спутниками прямого теле, радиовещания и наблюдения за Землей. А вот чтобы туда подняться, уже нужна более мощная ракета. Ей не просто надо вокруг Земли летать, речь, надо вот куда забраться, то есть, практически преодолеть полное гравитационное притяжение. Дальше уже Земля почти не притягивает. А потом еще разогнаться со скоростью 3 километра, иначе упадешь обратно. Секунду. Вот ракета наша, которая туда забрасывает геостационарные спутники. Вот это ужасная цифра. Полпроцента от стартовой массы ракеты весит спутник, который там оказывается, полпроцента. Поэтому дико дорого стоит космонавтика. Как сделать ее дешевле, знает Илон Маск. Он уже придумал многоразовые ракеты. Конечно, топливом все равно, топливо каждый раз приходится новое заправлять, но, по крайней мере, все это железо у него сохраняется, используется уже много раз. По-моему, были полеты до 15 или 16 даже раз. Одна и та же ступень ракеты использовалась. Это практически многоразовость такая надежная. Это замечательно. Это новая технология, которой и Безос уже пытается. Ну, в общем, уже это даже и Роскосмос об этом чего-то говорит. Пока лишь говорит. Но посмотрим. Китайцы тоже не могут догнать Маска. А Маск вот уже удешевляет полеты. И они пока очень дорого стоят. Виной всему формула Циолковского. И от нее никуда не денешься. Сельский учитель все правильно рассчитал. Когда вы берете запас топлива с собой, вам надо это топливо поднимать туда, где вы его будете использовать. Оно еще просто грузом внутри ракеты, оно только там будет где-то работать, наверху, а вам приходится его тащить с собой на орбиту. Вот, пожалуйста, пример. Ну, легко посчитать. Это движение тела переменной массы. Когда масса его меняется, его надо двигать. И там естественно получается натуральный логарифм, когда интегрируете энергию по пути. Стартовая масса, конечная масса, ну и скорость, с которой вылетают газы из реактивного двигателя. Естественно, чем больше скорость выхлопа, тем больше импульс, который получает ракета, при той же массе выброшенного вещества. И вот конечная масса, а мы к ней как раз и стремимся, вернее, начальная масса при фиксированной конечной, она страшным образом зависит от соотношения скоростей. Скорость выброса по отношению к скорости, которую надо достичь. К сожалению, химические реактивные двигатели не дают нам каких-то очень больших скоростей выброса сгорающего топлива. Практически 3 километра в секунду это практически максимум. Есть, правда, некоторые сочетания с фтором, с окислами азота, которые дают чуть большие скорости. Водород с кислородом тоже чуть большую скорость дает, но их очень неудобно. Фтор ядовитый, водород слишком легко испаряется и дорого стоит. Их редко используют, хотя тоже иногда используют. А так обычная ракета 2,9 около 3 километров в секунду. И тут соотношение страшное. Тут 8, а тут 3, и это огромная степень числа Е. И сразу же мы получаем, ну, например, 65 тонн надо было отправить к Луне, чтобы космонавты смогли прилететь туда, опуститься на Луну, потом стартовать и вернуться на Землю. 65 тонн. Подставьте это сюда, сюда 3 километра примерно, 2,9, и получите 3 тысячи тонн стартовую массу ракеты. Ну, а даже формально по этой формуле получите 3,5 тысячи тонн. Однако ракета вот эта вот, а как она называлась, кстати, которая к Луне? Аполлон это проект назывался, Аполло. Сатурн 5, Сатурн 5, а кто ее сделал? Инженер. Вернер фон Браун, да. Ну, не он один, конечно, но он был руководителем большого коллектива из немецких и американских инженеров, которые это сделали. У нас Королев работал и его команда, а там Вернер фон Браун. А после войны? Ну вот, 3,5 тонны, 3,5 тысячи тонн вот по такой формуле мы получаем. Однако реально ракета Сатурн 5 весила практически 3 тысячи, там, 2,9 с в общем около 3 тысяч. Как же удалось уменьшить на 500 с лишним тонн стартовую массу ракеты? Если формула никуда от нее не деться, она говорит, что ракета должна быть тяжелая. Кстати, в старых работах Циолковского именно это и написано. Я недавно перечитал старые работы конца 19 века. Он говорит, ракета, которая повезет людей на Луну будет иметь размер 100 метров и массу 3000 тонн. Точно все рассчитал. А почему же его собственная формула говорит 3500 тонн? А? Из-за ступеней, конечно. Мы уже давно не используем одноступенчатый, а это для одноступенчатой ракеты формулы. А для чего придумано составлять ее, как говорил Циолковский, ракетный поезд, поезд, несколько друг на друга положенных ступеней. А идея в том, что вы израсходовали топливо в нижней ступени, она вам уже не нужна, а тянет вас вниз. Так выбросите ее вместе с двигателями и включите двигатели второй ступени. Не надо тащить за собой пустые баки. В этом идея. чем больше количество ступеней, тем эффективнее ракета. Какого-то безумного количества никто не делает. Все это проблемы технические. Но 2-3-4 ступени это вполне сокращает стартовую массу значительно. В этом идее. У ракеты Сатурн-5 было три ступени. Первая огромная поднимала всю эту конструкцию туда на орбиту. Вторая разгонялась около земной орбиты к Луне, а там еще маленькая третья, практически сам космический корабль был третьей ступени, он позволял уже маневрировать у Луны и к Земле потом падать. легкий спутник на далекой от Земли орбите. Орбите очень большого радиуса. Тут мы можем считать, что все его точки на расстоянии от всех точек Земли находятся на одном и том же расстоянии и использовать его в этой формуле. Поэтому получаем первую космическую скорость и период обращения. Можем массу планеты узнать, если она нам не знакома, а мы запустили вокруг нее спутник. Смотрим, с каким периодом он обращается, на каком расстоянии находится, и период обращения и расстояния подсказывают нам, какова масса планеты. Так, собственно, мы и узнали массу планеты. Либо по естественным спутникам, если они там есть, либо запуская туда искусственные Венера, Меркурий. До того, как там стали крутиться спутники, мы точно массу не знали. А как же быть, если спутник на низкой орбите? Все-таки он на разном расстоянии от разных точек Земли, а мы тут одно и то же будем использовать? Да, говорит Исаак Ньютон, одно и то же, если Земля или там любая планета шарообразная. Вот первая теорема Ньютона, она там у него в этой знаменитой работе начала натуральной философии. Смотрите, как просто она доказывается. Берем шарообразный слой, помещаем внутрь точку. Это первая теорема, она говорит о том, как гравитация внутри шарообразного тела действует. проводим два луча. Я их, конечно, на сильный угол друг от друга отклонил, а надо на бесконечно малый, но тут лучше видно. Вычисляем массу вот этих сегментов шаровых. Очевидно, они пропорциональны расстоянию и, точнее, пропорционально расстоянию их размер, как катит, у этого треугольника увеличивается, а площадь пропорциональна квадрату расстояния. Угол телесный, мы шар взяли. Значит, масса, то есть площадь, а она же и масса у однородного сферического слоя пропорциональна квадрату расстояния, сила пропорциональна обратно квадрату расстояния, в результате они сокращаются, и мы получаем, что притяжение к этому сегменту и к этому сегменту у точки, находящейся где угодно внутри шарового однородного слоя ноль. Они уравновешиваются. Очень полезная теорема для тех, кто изучает гравитацию внутри каких-то тел, геофизики, например. Им надо знать, как гравитация внутри Земли меняется, чтобы модель Земли посчитать. А вот, говорит Ньютон, не берите в расчет внешние слои, возьмите только лежащие внутри радиусы, на котором эта точка находится. Хорошо, давайте посчитаем, а внутри? Если точка снаружи сферического тела, а внутри? внутри находящаяся масса, как ее притягивают? Как-то очень сложно? Да нет, оказывается, просто. Кто помнит теорему косинусов, ну, это, в общем, теорема Пифагора, только для непрямоугольного треугольника, легко проследите вот этот вывод и получите результат, что внешнее по отношению к массивному однородному сферическому телу, точнее, надо так сказать, сферической, как это, не шар, шаровой оболочке, или как это, сферическому слою, скажем так, да, потому что любое сферическое тело, неоднородное, можно набрать, как набор слоев, может к центру повышаться плотность, наружу понижаться, но если оно сферическое, то набор таких оболочек, это оболочка, а вы увидите, что ЖМ на Р квадрат, где это масса оболочки, а Р это радиус до ее центра. Это вторая теорема Ньютона, он же ее доказал, и мы ей пользуемся, когда говорим о движении снаружи от небесных тел, но все-таки сферически симметрично. А вот задачка, известная наверное некоторым, она у меня в задачнике, что вам подскажет интуиция? Мы берем место старта и говорим, как нам быстрее антиподной точки достичь. Запустить спутник на низкую околопланетную орбиту с первой космической скоростью, или прорыв туннель просто бросить, ну как бросить, отпустить, туда падать какой-то снаряд, он пролетит, очевидно, тут полная симметрия, он будет разгоняться до центра, потом тормозиться сюда, с нулевой скоростью прибудет к финишу. Вот как вы думаете, кто из них быстрее достигнет точки антиподной? Или антиподальной, да, как правильно сказать? Что, снаряд спутник? Или спутник? одновременно? Все-таки этот-то с нулевой скоростью начинает движение, а этот-то уже сразу летит с первой космической, но у него дорога длиннее. Ну, вы, конечно, не знаете, был такой поэт Вознесенский, у него замечательная есть одна поэма, и там строчки. Прямая короче парабола круче. Вот выбирать надо. Круче, правда, тогда круче он имел в виду совсем несовременный смысл этого слова, но она действительно круче. Вот вопрос в том, этот-то понятно, с постоянной скоростью летит, этот с переменной, а от чего зависит его скорость? От распределения плотности внутри планеты. это так заштриховал, вроде она однородная. Она может быть неоднородной, она может свою плотность либо повышать к центру, либо понижать. Вот Незнайка был на Луне, кто читал Незнайку на Луне? Понятно, многие. А там он обнаружил, что Луна внутри пустая, значит, планета может быть пустая. Если она вообще в виде оболочки вот такой вот, где вся масса вдоль коры планеты, то отпустив этот снаряд мы что увидим? Никуда не полетит. А если вся масса сосредоточена в ядре, он будет разгоняться все быстрее и быстрее, значит, решение этой задачи зависит от распределения плотности внутри планеты. Попробуйте решить. Интересно. Для однородной планеты, для предельно неоднородной, как вся масса в центре. Любопытные получаются ответы разные. Ну, естественно, разные. Советую вам читать книжки Ари Штернфельда. Человек совершенно потрясающей биографии. Родился в Польше, как еврей, вынужден был эмигрировать, когда там фашистские всякие поползновения были во Францию, учился во Франции, работал долго, потом, когда и Францию оккупировали, к нам перебрался, поскольку был человек заграничный, его не подпускали к секретным объектам, к секретным работам, и он так параллельно со всякими Королевыми и прочими тихонравами, а параллельно создавал свою небесную механику и очень много интересного. Кстати, хорошо писал по-русски. И вот есть несколько его книжек, особенно рекомендую вот эту книжку «Парадоксы космонавтики». Парадоксов очень много в космонавтике, а, кстати, там же впервые описана вот эта вот задача. Парадоксов много, и один из них выглядит так. У вас есть ракета, вам надо ее забросить на максимальную высоту, на что, так сказать, хватит энергии у этой ракеты. Как лучше ее запустить? С поверхности Земли вертикально вверх или, уронив в яму, включить реактивный двигатель вблизи дна ямы и заставить ее оттуда стартовать. Интуиция подсказывает, чем выше точка старта, ну, естественно, тем выше запрыгнешь. А расчет показывает обратное. Оказывается, с одной ямы старт оказывается более более потенциальная энергия чего? ракеты ракеты, ракеты, тут она больше, отрицательная потенциальная энергия, значит, преодолевать приходится больше, ну, так сказать, на большем пути гравитацию Земли. Ну, этого он как раз не учитывал, это мелочи. Нет, дело вот в чем, у ракеты однократно, фактически ракета это выстрел, у нее практически основной импульс в течение нескольких секунд при старте срабатывает, нескольких десятков секунд. Так что вы, когда стартуете отсюда, вы создаете ракете импульс, а выброшенный ей горючий окислитель, ну, то есть топливо, остается вот тут, на уровне космодрома, да, где вы их выбросили, там они и остаются. Когда вы стартуете отсюда, топливо выброшенное сгоревшее и выброшенное из ракеты остается ниже, у него более низкая потенциальная энергия, значит, ракета получает больше импульс и запрыгивает выше. Можете этот расчет сделать сами, он элементарный, и он очень любопытный. Например, Ари Штернфельд предлагал просверлить Землю и выводить ракеты с торту, ну, так сказать, роняя их в этот колодец и включая двигатели при пролете центра Земли. Оказывается, намного меньшую скорость надо им создавать при этом в момент старта, чем первое космическое, чтобы они выпрыгнули. Ну, тут, конечно, трудно просверлить Землю и так далее. Землю да, а какой-нибудь астероид нет. Надо подумать. Это интересный способ. И очень много. Ну, парадокс. Летает спутник вокруг Земли на низкой орбите, то есть уже фактически в верхних слоях атмосферы. Атмосфера его тормозит, а он при этом ускоряется. Атмосфера его тормозит, а он увеличивает свою скорость. Парадокс. С точки зрения механики ты тормозишь аппарат, а он все быстрее и быстрее летит. Но это так, это действительно так. А откуда же берется энергия? А? Громче. Если есть идеи, говорите громче. Чего вы? А он же при торможении приближается к Земле по спирали и оказывается за счет потенциальной гравитационной энергии часть он отдает на торможение половину, как выясняется, а вторая половина идет на его собственное ускорение. Об этом говорит, кстати, теорема Вериала, которую мы там... В учебнике она аккуратно описана. Мы пропустили. А полярные... Ну, в общем, разного типа орбиты бывают у спутников. Про экваториальные мы уже поговорили в плоскости экватора. Особенно хороша, конечно, геостационарная полезная орбита. Бывают полярные, а бывают немножко наклонные. Кстати, полярные тоже бывают немножко наклонные, но их все называют полярными. Говорят, запустили спутник на полярную орбиту, но это не значит, что он прямо над полюсами пролетает. Такое общее название для целого семейства околополярных орбит, которые так или иначе бывают полезными. Вот, посмотрите, настоящая, даже полярная орбита, она не может быть ни круговой. Ну, круговой-то она... Да нет, и круговой она тоже не может быть, эллиптической не может быть. Земля сплюснута, и обязательно вокруг Земли, обращаясь по полярной... Вот, вернемся сюда. Экваториальная практически может быть круговой, потому что Земля симметрична относительно экватора, почти симметрична. А полярная точно не может быть круговой, потому что Земля сильно сплюснута вокруг оси вращения, и там сильная прецессия эллипса возникает. Этим иногда пользуются для запуска специальных спутников. Как правило, это спутники-шпионы, которые смотрят за вражеской территорией. Почему именно такие орбиты для них выбирают? Если наклон полярной орбиты чуть больше 90 градусов, как видите, в обратную сторону, спутник формально движется в направлении обратном суточного вращения Земли, чуть-чуть совсем, то это нормальные высоты, ниже опускаться нельзя, быстро упадешь, а выше 600 км уже долго можно летать, там разреженный очень воздух. По такой орбите, как вы двигаетесь, у вас эллиптическая и круговая орбита будет прецессировать, то есть ее плоскость будет потихоньку поворачиваться, причем со скоростью один оборот в год. Но именно с такой скоростью Земля по орбите вокруг Солнца ходит, а значит терминатор на поверхности Земли, а что такое терминатор? Граница дня и ночи, ну то есть линия вечера и линия утренняя и вечерняя линия на Земле тоже поворачиваются с периодом в один год. И орбита спутника с таким же периодом прецессирует, то есть отслеживает плоскость, вот эта вот плоскость, разделяющая день и ночь на Земле. Почему это полезно? А летая над Землей, спутники плохо различают мелкие детали. Ну, на самых-самых замечательных фотографиях какие мельчайшие детали мы видим на поверхности Земли со спутника полученной. Вот гугловские карты Земли, которыми мы часто пользуемся, там что видно? Автомобиль видно, да? 2-3 метра видно. Иногда даже можно понять от грузовика или легковая машина, да? То есть там 5 метров от 3-х вы можете отличить. Иногда видно фигуру человека, но это крайне редко. Это метр примерно, Вот когда сверху на него смотрите. А меньше там 20-30 сантиметров вообще невозможно заметить. а на таких больших фотографиях и хуже того. А когда легче всего заметить контуры какого-то предмета? Когда лучи солнца падают на землю под малым углом, и тогда тени на земле становятся длинными, и тень вам обрисовывает контуры предмета гораздо лучше, чем его собственное изображение. Кстати, предмет может быть покрашен какой-нибудь защитной краской, там, танк или самолет или что-то еще, а тени никуда не денешься, тень она и в Африке тень, поэтому летают в области восхода и захода солнца, утренний и вечерний, и по длинным теням легко определить тип техники или где она находится, в общем, отслеживать передвижение техники и солдат и так далее. Именно вот такие орбиты характерны для спутников наблюдения Земли, на самом деле спутники шпионов и они летают по таким орбитам очень удобно устроено гравитационное поле Земли, что оно позволяет вот так синхронно летать и все время находиться на границе дня и ночи. А бывает еще какая-то необходимость, например, наша страна довольно высоко широтная, от 40 до 60 градусов северной широты. Если мы запускаем какой-то спутник, который работает только на территорию нашей страны, телевизионное вещание или что-то еще, то нам полезно, чтобы он все время висел над нашей страной. Но геостационарные спутники не могут этого, они висят над экватором, а когда висишь над экватором, наши северные широты почти не видны, начинают запустить спутник так, чтобы он все-таки на сильно наклонной орбите летал, но задерживался над территорией России, например, или там Европы западной. И вот такие орбиты вытянутые, наклоненные, они характерны у нас много, да и сейчас они летают, спутники серии молния, они летают по вытянутой орбите, он подскакивает в перьи, в апогей, и там медленно-медленно, долго-долго движется и висит над нашей территорией. Потом быстро проскакивает южное полушарие Земли, ему там делать нечего, и снова взлетает. Ну вот, посмотрите, как прецессия орбиты поворачивает плоскость его орбитального. Тут, конечно, немножко усилено это дело, не на каждом витке, там на несколько градусов, специально усилено, вот я это написал. Но, в принципе, да, вот так же плоскость орбиты постепенно прецессирует и поворачивается, это можно рассчитать и сделать такие спутники полезными. Не только у нас, над Японией такие летают, ну, в общем, это полезное дело. Земля сжата, не очень сильно, примерно на 0,3%, то есть 1,03% отношение полярного диаметра к экваториальному диаметру. Но все это создает неоднородность гравитационного поля, оно не сферически симметрично. Вот, пожалуйста, тоже сильно усилено, но вот так вот меняется движение спутника под действием несферичности гравитационного поля Земли. То есть небесная механика это довольно-таки в математическом смысле сложная дисциплина, если вы хотите очень точно рассчитывать орбиты. Ну, теперь о геостационарной немножко поговорим. Значит, смысл понятен, точка должна всегда висеть над одной и той же точкой Земли. К счастью, есть такая орбита, вот, например, вокруг Луны нет такой орбиты. Как сказать, лунно-стационарной орбиты нет, а геостационарная есть. Вопрос, почему? Вряд ли вы сейчас ответите на нее. Ну, на следующей лекции будем говорить о приливных явлениях, тогда, может быть, поймете. А геостационарная есть 40 тысяч километров примерно расстояние, или там 36 тысяч километров от поверхности Земли. Но смотрите, раз он висит над одной точкой, а почему бы нам не соединить его к какой-то жесткой связи? Все равно же расстояние спутника от конкретной точки на Земле не меняется. Ну, правда, эта точка на экваторе должна быть, тут не очень аккуратно нарисовано, но тем не менее. Можно представить себе такое, ну, в принципе, можно, висит спутник, канат протянули, и он будет все время привязан к одной точке Земли. А чем это нам может быть интересно? Зачем это? А сейчас над этим сильно думают, очень-очень-очень перспективное направление. Да громче, громче, если есть мысли? Вот галерка соображает. Правильно, по канату можно подниматься с помощью электрического двигателя, а электричество можно получать, например, из солнечного света, то есть задарма попадать на геосинхронную орбиту, а там уже космос практически, от Земли далеко. Вот что интересно, если мы оставим спутник на геостационарной орбите, то ничего хорошего из этого не получим. Это неустойчивое движение. Смотрите, если мы его чуть-чуть притянули вниз, ну, какой-то лифт там тяжелый поехал, и притянул спутник чуть-чуть вниз, что будет? Он перейдет на чуть более низкую орбиту, период обращения сократится, и он начнет наматывать этот канат, на землю, и рухнет. А вот если мы его запустим чуть-чуть выше геостационарной орбиты, то что будет? Земля будет крутиться быстрее, чем он, ну и что? Она немножко сдвинет точку, вот из этой точки сюда, появится составляющая вперед, и она просто будет тянуть за собой спутник, увеличивая силу тяготель, натяжение троса возникнет, возникнет натяжение к центру Земли, и уже стационарной станет вот та высокая орбита, то есть к гравитации еще добавится натяжение каната, и вот эта орбита будет устойчивой. Вот точный расчет, кстати, в нашей книжке, вот в моей книжке про астрономические олимпиады, он показан, если вы на геостационаре, то чуть ниже опустились, и вам обеспечено падение, а если выше геостационара, вернее, вот эта точка старта, сначала натяжение каната вас немного приблизит к Земле, скорость ваша увеличится, и вы асимпатически выйдете на точку старта, вернее, высоту старта, но уже устойчиво будете на этой орбите двигаться, поэтому в принципе космический лифт штука теоретически возможная, я даже как-то посчитал, а если его сделают, насколько дешевле станут космические полеты, экспедиции, очень просто посчитать, у нас есть канат, мы запускаем лифт, даже если не солнечная энергия, нормальная энергия, из розетки пользуемся, я взял, сколько стоит киловатт час мы платим дома, ну вы-то не платите, родители платят, примерно 5 рублей киловатт час стоит, 4,5 5 рублей, вот считаете потенциальную энергию, чтобы лифт поднялся туда, умножаете, на 5 рублей за киловатт час электричество, знаете, сколько получится, стоимость одного билета авиационного из Москвы, там, на Сахалин, например, или в Владивосток, любой человек может купить такой билет, в смысле затраты энергии и электричества, по расценкам государственным, а то и дешевле будет, а если поставить панели солнечных батарей, ну, например, такая вот конструкция, которая, где там солнечные батареи, надо было их прорисовать, и тогда он вообще солнечный свет превращает в электричество и бесплатно поднимается в космос, а что же не сделали его? Такая замечательная штука. А в чем? Стоит? Канат длинный и лифтовая кабина. Канат не слышали и прочие канаты слышали. А если не в стоимости явно дело? Конечно, не в стоимости, а в чем? Техническая и лифтовая Да что особенного? Ну, канат под своими детям поднимается. Вот, правильно. Длина каната 36 тысяч километров. Найдите такое прочное вещество, которое бы свой вес удерживало, если длина каната 36 тысяч километров. Сталь не выдерживает. Стальной канат просто вот такой длины, он себя оборвет собственным весом. Значит, из чего-то более прочного надо делать. Моя внучка говорит, из алмаза. И она почти права. Почти права. А? Из паутины? Вообще это идея. Паука туда отправить и кинуть его на землю. Много пауков. Ладно, такая идея еще никому в голову не пришла. Можете патент получить. Нет. Из углеродных нанотрубок. Углерод это тоже алмаз. Или не так, алмаз это тоже углерод. Но из нанотрубок мы уже умеем плести длинные такие. Но это все-таки паук делает не нанотрубки. У него там другая длинная молекула. Вот. Оказывается нанотрубочная, если канат мы научимся такое делать, пока еще научились только очень маленькие ниточки из них делать. Ну из маленьких ниточек можем большой канат сделать. Оказывается можно, да. И сейчас какая-то японская фирма уже обещает нам к 50-му году, ну не вам, вернее так, не нам, а вам обещает к 50-му году сделать реальный космический лифт. И со скоростью 200 км в час по нему будет в течение недели далеко все-таки 36 тысяч километров. В течение недели вы подниметесь и очень дешевый билет будет на геостационарную орбиту. А там один шаг до полета. До Луны, да. Куда угодно. А почему не быстрее? Ну что такое 200 километров? А почему не 10 тысяч километров в час? Потому что при старте оно движется в атмосфере Земли. В атмосфере сильно не разбежишься. Там сопротивление большое, просто сгореть можно. Ну в конце концов неделя поездки. Как будто ездила в Владивосток на поезде. я до 5 минут никогда не но 2 дня это не неделя. Хорошо. Перспективная идея. Меня уже не первую неделю досаждает один инженер, который из моих лекций впервые услышал об этой идее. Теперь она его так захватила, что он ничем другим не может заниматься. А кстати говоря, эта идея как-то отдаленно еще к Циолковскому относится. Но он так очень не конкретно об этом говорил. А полностью ее сформулировал наш тогда ленинградский инженер в начале 60-х годов Арцебашев по-моему его фамилия. Так что это чисто наша отечественная идея на уровне инженерной мысли. А материала пока никто для каната не сделал. Но кстати материал нанотрубки углеродные кто изобрел? Наши нобелевские лауреаты правда они выходцы из России работают в Европе но опять же наши физики. Хорошо еще раз говорю книга парадокса там много чего интересного парадокса космонавтики Штернфельда очень хороша и неплохая книга Перельман но это не тот Перельман это не Яков Исидорович который занимательная астрономия и прочее другой Перельман но тоже хороший и не тот Перельман который от премии в общем Перельманов много это инженер и тоже хорошая книжка про основу космонавтики есть более крутые книги это уже вот Левантовский вполне себе с формулами в элементарном в общем с хорошим таким математическим граундом изложения и переводные книги есть хорошие почти все книги по основам небесной механики и космонавтики относятся к первой половине 60-х годов собственно когда космонавтика начиналась в нашем институте был безумно мощный отдел небесной механики он и сейчас очень мощный но тогда весь он работал на матобеспечении полетов в космос и такие фундаментальные учебники Дубошина вот такие и есть книжки такого среднего хорошего уровня но это справочник просто вот тогда ее астронавтикой называли почему-то двухтомной и наш хороший справочник вот имейте ввиду такие книжки есть а в нынешние десятилетия уже таких не писали потому что все тогда было исчерпано все основы были заложены что я не слышу а зачем переиздавать если вы спустились в библиотеку и взяли ну или я уверен что все это скопировано в сети пока не отключили интернет вот именно запасайтесь бумажными книжками перелеты с планеты с орбиты одной планеты на орбиту другой планеты мы уже это обсуждали старт на эллиптическую орбиту ее половинка приведет нас к орбите другой планеты все понятно один мы уже оторвались от земли один импульс переводит на эллипс второй импульс переводит с эллипса на круг оба импульса выдаются а тут все правильно нарисовано выдаются в одном и том же направлении вдоль орбиты но тот же Штернфельд открыл новый тип межпланетных орбит который оказывается более длительным в смысле времени перелетом но более экономным в смысле затрат топлива или обратно при том же топливе более массивный полезный груз можно перекинуть это вот такие странные орбиты например вам надо с земли попасть на меркурий ну казалось бы вы летите по орбите земной скорость движения земли по орбите какая 30 км в секунду значит вам надо затормозить свой аппарат практически на 30 км в секунду только в обратную сторону и тогда начнет он падать туда к солнцу в область меркурия у нас ракеты умеют летать со скоростью 30 км в секунду нет значит к меркурию мы ничего не можем запустить однако запускаем а Штернферд предлагал такие пируэты вы запускаете не туда а вовне тут вам надо к 30 км в секунду добавить ну километров 10 еще и ваш аппарат заметнется там в область Юпитера куда-нибудь а там уже в верхней точке эллиптической орбиты чуть-чуть его притормозили там уже скорость движения такая маленькая что он начнет падать к солнцу и дальше к меркурию прибудет долго но экономно и так уже летают еще лет 30 назад к солнцу запустили европейский аппарат а сначала американский аппарат у лис полетел ему надо было к солнцу а он полетел к Юпитеру там крутанулся вокруг Юпитера затормозился еще его гравитацию использовал и упал ну не упал конечно полетел к солнцу и так мимо солнца впервые пролетал это Штернфельд изобрел такие орбиты а и вот на мемориальном кладбище на Новодеичем где его похоронили там изображено на этой мемориальной плите именно вот эти открытые Штернфельдом такие странные орбиты которые он впервые предложил и их реально используют этот человек никогда не работал официально в нашей космонавтике да ни в какой космонавтике ни в нашей ни в американской но очень много интересных предложений от него поступило и они реально используются в космонавтике кроме движения планеты спутников есть еще звезды и они тоже парами летают вот перед нами двойная звезда 60 Крюгера вот она двойная но на фотографии еще одна звезда поля обозначено оставлен чтобы вы понимали это не картинка крутится их положение не меняется это крутятся вот эти компоненты двойной системы видите они за 12 лет повернулись на на сколько на 90 градусов да значит где-то 48 градусов период 48 лет период обращения этой двойной звездочки в области двойных звезд мы много исследований проводим например ближайшая к нам двойная это альфа в созвездии кентавр как говорили раньше альфа центавра но теперь мы поняли что надо говорить альфа кентавра там два компонента примерно похожие на солнце если на один компонент мы наводим телескоп то будем видеть как второй бегает вокруг него кстати 21 год вот они сегодня вот так в таком положении потом он пройдет здесь здесь очень трудно будет изучать их вот тут они почти сольются а потом снова уйдет в 80-е годы очень удобно было их изучать и их тогда реально детально изучили потому что расстояние было большое и по отдельности можно было каждую вот она тут на фоне звезд а это при большом увеличении они так видны обычно когда мы наблюдаем двойную звездную систему мы ее видим в проекции на небесную сферу значит плоскость орбиты каким-то образом спроецирована на небо и видим не настоящую орбиту а ее проекцию на небесную сферу что мы можем измерить два числа можем получить наводясь на главный компонент наиболее яркий можем найти угловое расстояние второго компонента его спутника говорят спутник но они же равноправны просто обычно наводится на более яркий и а угол по отношению к какому-то референсенному направлению ну например на север обычно в телескопе крест нитей всегда север-юг расположены вот этот позиционный угол и астрономы говорят разделение в общем это угловое расстояние двух компонентов все ночь от ночи год от года столетия за столетием меряем эти два числа и получаем видимую то есть в проекции на небо орбиту а потом есть много методов и графические и аналитические но сейчас только аналитические используются восстановление орбиты то есть разворот эллипса так чтобы в плоскости орбиты увидеть в зависимости от отношения масс у них разное движение но оба они всегда движутся и мы можем посчитать как происходит движение одного вокруг другого если другой всегда брать за центр то есть оба-то они конечно вокруг центра масс движутся но мы можем два уравнения ньютона сложить а точнее найти разницу скоростей взаимных и получаем такое же уравнение только тут масса суммарная работает и тогда понимаем что на самом деле они вокруг центра масс а мы наблюдатели видим как один вокруг другого вращается но если второй считать содержащим их суммарную массу тогда уравнения ньютона работают точно так же но это уже не инерциальное уравнение ну вы помните третий закон Кеплера ньютон превратил вот такой закон который связывает периоды и радиусы орбит потому что тут фигурирует суммарная масса правда это не совсем конечно аккуратно записано потому что не бывает ситуации когда солнце и планета вдвоем а потом мы ее выкидываем солнце и планета снова вдвоем так не бывает на самом деле обе планеты рядом с солнцем поэтому центр масс где-то гуляет между этими тремя точками и задача становится более сложной ну ньютон так вот ее решил и в общем неплохо это позволяет сделать расчеты потому что m большое всегда настолько превышает массы планет что все равно это практически единица это отношение а движение тел близких по массе уже позволяет нам наблюдая одно тело увидеть предсказать существование другого вот Сириус альфа большого пса и наблюдая за его угловым перемещением по небу то есть за его собственным движением Бессель еще в середине даже в начале 19 века понял что там есть какой-то второй компонент невидимый и потом лет через 30 после этого больше нет лет через 30 обнаружили эту вторую звездочку на оптических снимках она еле видна на рентгеновских она видна лучше причем она ярче вот это главный компонент Сириуса на рентгеновском снимке а это вторичный почему да потому что он горячее и от него рентгена идет больше чем от вот этой сравнительно холодной ну там такой же почти как солнце звезды изучение двойных звезд крайне полезная вещь потому что это единственный способ измерения звездных масс пока звезда одиночная мы ничего о ней не знаем стоит найти у нее спутник и мы сразу можем измерять массы обеих компонентов или обоих компонентов но бывают и проблемы вот знаменитая звезда да и Геркулеса ее наблюдали еще с 20 в общем век уже век ее активно наблюдают директор нашего института Дмитрий Аковлевич Мартынов вот бытность которого я студентом аспирантом и работал тут очень интересный астроном он ее лет 40 непрерывно наблюдал и многие астрономы в мире почему вроде ничего особенного две звездочки спектрального класса БМ то есть довольно массивные там по 5 масс Солнца каждая орбита и расчеты показывают что орбита должна прецессировать это вот лучевые скорости так меняются это затменная к счастью затменная система очень четкие затмения один компонент потом второй компонент закрывает первого очень все четко по этим положениям затмений можно судить об ориентации эллиптической орбиты она немножко меняется сделали расчет почему она меняется ну потому что компоненты довольно близко друг к другу период очень короткий где он период всего 10 суток понимаете да очень близко они друг к другу они деформируют друг друга приливный эффект и поэтому орбита должна немножко прецессировать классические расчеты показывают что примерно на 2 градуса за столетие должна поворачиваться большая ось этой орбиты а наблюдение показывает что она поворачивается примерно на полградуса нехорошо не совпадение стали учитывать эффект общей теории относительности о а он еще сильнее предсказывает сумме классика ну классика то есть несферичность тел этих звезд и общая теория относительности предсказывают прецессию в 4 с лишним градуса столетия а наблюдается примерно полградуса это так сильно всех задело что чего только не придумывали слишком медленная прецессия она есть но она слишком медленная ее не объясняет ни классическая механика ни релятивистская ньютон эйнштейновская механика это очень плохо а может и очень хорошо может надо было ньютону ну ньютону мы давно забыли а релятивистскую механику модернизировать и стали появляться всякие предложения что только не было были предложения а вдруг это не двойная звезда есть третий компонент мы его еще не открыли но он там где-то бегает и соответственно влияет на движение этих двух звезд были предложения более современные такие где-то это черт написал по поводу неньютоновой есть такая нынче модное направление физики модифицированная ньютонова физика да чтобы объяснить космологические эффекты тоже не работает ничего не работает наконец стали использовать эффект Роседера Маклафлина это вот какой эффект когда две звезды движутся и попеременно друг друга закрывают мы смотрим их спектры вроде бы спектры должны вот так показывать движение но это грубый конечно спектр а если аккуратно смотреть в момент затмения когда одна звезда как экран открывает кусочек той за ней находящейся звезды мы видим взбрык лучевой скорости почему а та ведь вращается вот этот кусочек той звезды он от нас убегает и на орбитальную скорость накладывается еще скорость его собственного вращения потом когда мы затмение заканчивается видим другую сторону той звезды она уже вращается в нашу сторону и другой взбрык и вот по этому эффекту Маклафлина и Россетера это астрономы еще там середина 20 века определились что они вращаются оба лежа на боку ну тут не очень хорошо видно конечно векторы в общем как уран примерно и это сильно деформирует их тела далеко не так как это должно было по приливному эффекту быть а вовсе даже в другую сторону не так а вот так вытягивает ну и вроде бы все сошлось и где-то в 10-м году примерно или в 9-м где-то у меня а вот в 9-м году появилась такая статья сначала научная а потом в телескопе звездная загадка решена Эйнштейн сохранил теория Эйнштейна сохранила свои позиции но сейчас опять стали появляться сомнения вроде там третий компонент есть в общем за этой звездой она как репер такой позволяет нам много чего понять и может быть какие-то намеки на модернизацию общей теории относительности но я не думаю нет общей теории относительности уже так проверяли что дальше некуда значит надо разбираться с конкретной звездой а общая теория относительности нам предсказывает такие эффекты если здесь черная дыра то рядом с ней тело будет двигаться вот так оп повернула оп повернула то есть на каждом орбитальном обороте на 180 градусов перебрасывается ось большая ось эллиптической орбиты это конечно прецессия такая предельно большая еще задача пока мы говорили о задаче одного двух тел а есть задачи трех тел это вообще сумасшедший дом потому что она аналитически не решается нет аналитического решения у задачи трех гравитирующих тел но есть масса очень красивых частных решений в частности два тела массивных а третье бесконечно легкое спутник летающий мимо в окрестности земли и луны например если эти два массивных тела на круговой орбите это почти так луны а то это называется круговая ограниченная задача трех тел вот ее будут детально рассказывать но вы знаете там есть точки стационарного движения где вместе с этими телами спутник будет вращаться с тем же периодом точки лагранжа о них еще будем говорить они очень важны мы их используем в своей космонавтике потому что запустив спутника например вот в эту дальнюю точку лагранжа л2 он будет синхронно с землей и по ее орбите относительно солнца тут уже солнце земля и спутник про луну забываем двигаться и это очень полезное место для работы космических обсерваторий теперь некоторые некоторые заблуждения вот так рисуют движение луны вокруг земли ну и вокруг солнца тоже ну вроде бы да все правильно а это правильно вот а почему как быстро раз два двенадцать двенадцать да а вот я взял из учебника например такую траекторию вот тут она когда луна вне земной орбиты кривизна направлена в сторону земли и солнца и это правильно кривизна траектории всегда направлена к центру притяжения а тут кривизна направлена к земле то есть земля притягивает луну сильнее чем солнце давайте посмотрим так ли это вот тут замечательная анимация сделана темноты нам не хватает ну ладно вот это неправильное соотношение радиуса лунной орбиты и радиуса земной орбиты они близки так сказать по размеру и тогда бы мы действительно получили вот такую вот петлеобразную траекторию луны где на этой петле кривизна направлена в сторону земли значит земля перетягивает луну к себе и солнце не справляется так сказать с землей но это а теперь давайте менять масштаб и приводить его к настоящему ведь радиус лунной орбиты 400 раз меньше радиуса земной орбиты вот сейчас посмотрим что будет если мы это дело обеспечим сделаем масштаб близким к реальному и посмотрим какая кривизна у лунной траектории тогда на самом деле получится вот она уже ага все еще все еще к земле но мы продолжаем это 20 10 кратный масштаб а нам нужен единица сейчас к единице подойдем вот уже подошли к единице и смотрите кривизна лунной траектории всегда направлена в сторону солнца это значит что где бы она на орбите не находилась солнце ее притягивает сильнее чем земля как как так а что не улетает луна от земли а по-прежнему рядом с нами она ну все понятно да а я сделал такой же расчетик ну часть траектории вот тут черным земная орбита а синим лунная орбита и тоже хорошо видно что они обе вогнутостью в сторону солнца ну солнце у меня за пределами картинки направлено и легко понять почему давайте найдем отношение силы притяжения луны к солнцу это же знак солнца и к земле помните да смысл этих знаков солнца и земля все помнят хорошо масса радиус квадрат радиуса масса квадрат радиуса орбиты нашли 2 и 2 в 2 с лишним раза солнце притягивает луну сильнее чем земля а почему не отрывает если притягивает сильнее а ну да сильнее притягивает но чтобы оторвать луну от земли надо чтобы разница притяжение земли и луны к солнцу превосходила силу притяжения луны к земле они оба падают на солнце с чуть разным ускорением когда луна в разных точках орбиты но разница никогда не превышает силу притяжения к солнцу они оба падают на солнце но земля немножечко подправляет траекторию луны и держит ее рядом с собой об этом мы будем говорить все приливные эффекты об этом будем говорить в области звезд тоже приливные эффекты очень важны они деформируют звезды и например есть такая проблема большинство звезд живут парами двойными а как образуются двойные звезды есть несколько способов например такой летят три звезды сами по себе встречаются в ограниченной области пространства такое тройное столкновение не прямое конечно не лоб в лоб а просто взаимодействует гравитацией если подобраны начальные условия так чтобы две звезды при этом объединились в двойную систему а третья унесла разницу потенциальных энергий тут же отрицательная потенциальная энергия были они свободными третья ускоряется а эти две замедляются и переходят на связанные орбиты да это возможно да это наверное иногда происходит но это же нужна встреча трех в одной точке крайне редкая вещь тройное столкновение просто по вероятности такого события очень редко а вот двойные столкновения просто совпадение траектории двух звезд гораздо чаще происходит и оказывается при этом тоже возможно объединение в двойную систему если не учитывать приливы то есть считать их твердыми бильярдными шарами то как прилетело так и улетело а если учитывать приливное искажение формы деформацию звезд то оказывается траектория становится связанной а куда девается избыток энергии вот летела бы так а она тут притормозилась а энергия синетического движения куда делась куда чье какое вот этой отчасти да отчасти а еще куда а когда вы деформируете тело вы что делаете вы переводите кинетическую энергию движения в тепловую энергию сначала в энергию деформации потом она рассеивается в тепло вот очень полезное это дело ну а еще бывают всякие гравитационные маневры например когда два шарика сталкиваются легкий и тяжелый на встречу ему катящийся легкий отскакивает с большей скоростью тяжелый этого почти не замечает также точно мы запускаем космические аппараты с земли ну например мимо юпитера и сатурна каждый раз при этом аппарат получает гравитационное ускорение за счет массы ну за счет притяжения к этим планетам это юпитер это сатурн и с большей скоростью устремляется дальше и дальше это очень интересно какой должна быть траектория пролета космического аппарата мимо планеты чтобы он не притормозился а наоборот ускорился как он должен лететь ну я все не могу сразу детально объяснить но подумайте сами как должна выглядеть траектория на встрече он планете должен лететь или догонять ее чтобы при этом космический аппарат получил ускорение последнее о чем надо сказать не гравитационные эффекты а именно световой эффект свет давит а гравитация тянет к центру солнца а солнечный свет давит в обратном направлении но поскольку планета движется по орбите направление импульса падающих фотонов немножко меняется и появляется составляющая которая всегда тормозит движение небесного тела всегда только тормозит потому что вот аберрация света она поворачивает импульс фотона в эту сторону тормозит но очень слабо расчеты показывают что мелкие пылинки вот такого микронного размера они очень быстро за несколько тысяч лет тормозятся и падают на солнце а более крупные планеты этого эффекта конечно не замечают уже тела от 10 сантиметров и больше практически этого эффекта за миллиарды лет даже не замечают но оказалось что есть гораздо более сильный эффект светового реакции скажем так которая обеспечивает свет и он был открыт совершенно случайно инженером Ярковским слышали про таков некоторые слышали Владимир по-моему Иванович ну все они были Ивановичами в общем он поляк по происхождению работал у нас был главным инженером императорских железных дорог в конце 19 века вот из Питера в Москву и обратно инженер паровозных дел мастер он занимался в свободное время фундаментальной физикой придумал новую теорию гравитации плохую все придумывали плохие теории гравитации кроме Эйнштейна у него там эфир был и прочая ерунда но он предсказал вот такой эффект это из его работ а это я нарисовал солнце освещает планету нагревает ее дневное полушарие планета вращается вокруг оси и самое теплое место на планете это либо вечернее перед заходом солнце либо вечернее сразу после захода солнце области поверхности в основном отсюда инфракрасный свет уходит в космос свет уходит реакция реактивный эффект движет планету вперед по орбите а если она вращается так то свет будет уходить сюда тепловое излучение и будет притормаживать движение этот эффект намного сильнее чем знаменитый эффект поинтинга Робертсона который во всех учебниках физики описан почему тут импульс фотона поворачивается на крайне малый угол по отношению скорости света к скорости движения Земли по орбите 30 километров и 300 тысяч километров в секунду это одна десятитысячная на одну десятитысячную и соответственно очень маленький тормозящий эффект и всегда тормозящий получаем а тут практически весь свет упавший на планету как из реактивного двигателя фотонного уходит туда 50 процентов импульса пришедших фотонов работают на вот эту реактивную тягу очень сильный эффект и он заметен в движении макроскопических тел мелких астероидов или крупных искусственных спутников Земли и предсказал его человек который далек был от науки но не очень-то далек увлекался ей но самое любопытное что он это все опубликовал и об этом почти на целый век забыли я случайно читая там англоязычные по небесной механике статьи смотрю эффект Ярковского эффект Ярковского ну думаю какой-то там западный Ярковский фамилия польская а потом кто-то написал из американских астрономов эффект русского инженера Ярковского оптум надо же наш пошел в библиотеку Гаиш и раскопал там книги его книги а он их писал на русском польском французском немецком английском языках он знал все и рассылал по всем обсерваториям и институтам мира и они благополучно оседали в библиотеках и в нашей библиотеке эти книги не брали по-моему с начала 20 века никто их не читал и они там тихо лежали и это дело всплыло только сейчас и стали учитывать этот эффект потому что он реально проявляется в движении спутников и астероидов а непонятно было что это такое вроде элементарная вещь так что читайте старые работы иногда в них очень полезные вещи найдете ну и последняя загадка это количество космического мусора на орбите вокруг земли это старые спутники части ракет носителей так от 57 года до наших дней увеличивается количество космического мусора а дальше прогноз прогноз если мы будем в прежнем темпе запускать если вообще перестанем запускать новые космические аппараты все равно он будет от взаимных столкновений дробятся эти старые ракеты и их все больше и больше на самом деле тут еще не знали когда этот рисунок делали про Илона Маска тут вот так вот пойдет с его а может и так же круто да а вот загадка вот в чем вот эта пилообразная форма периодичность она с чем связана как вы думаете откуда он что это за период такой черт может и знает мне интересно вы догадываетесь или нет золотые слова порядка десяти лет период солнца а при чем тут солнце в зависимости от активности солнца расширяется и спадает земная атмосфера ее верхние слои когда солнце более активное ультрафиолета идет больше он поглощается в верхних слоях атмосферы и они немножко распухают и спутники на этих не очень высоких орбитах тормозятся и падают чаще и мусора становится меньше а когда солнце спокойно атмосфера приседает а запуски продолжаются дробление взаимные столкновения дробление деления на части этого мусора продолжается и становится больше солнышко управляет таким образом мы потеряли очень хорошую орбитальную станцию американскую Skylab в 73-м году ее запустили потом у американцев не на чем было туда летать и они ждали когда шаттл сделают вот шаттл через 10 лет сделаем и полетим а станция пусть пока там и тут наступил период солнечной активности атмосфера земли расширилась станция быстро затормозилась и упала жалко отличная была орбитальная станция все спасибо канал наука и сон вы отдыхаете мы показываем